Алиум или декоративный лук – очень неприхотливое растение, которое необычно и красиво цветет. Так как сортов декоративного лука ну очень много, то и выглядит он абсолютно по-разному. Но в целом у этого растения есть общие условия выращивания. Итак, место. Большинство сортов этого растения любят солнечные места с хорошо дренированной плодородной почвой. Что касается кислотности, то лучше всего подходит нейтральный pH. Когда сажать? Так как это весеннецветущее луковичное растение, то и сажать луковицы лучше всего осенью, когда температура почвы опустится примерно до 10 градусов тепла. В разных регионах это разное время, где-то вторая половина сентября, а где-то конец октября. Так что смотрите по своей местности. Но есть сорта, например, поздно цветущие, которые спокойно можно сажать весной. Есть еще луковично-корневищные луки, которые рассаживают с помощью деления куста. Их также сажают как осенью до заморозков, чтобы корневища прижились, так и весной. Все зависит от того, рано они зацветают или поздно. Как сажать? Для начала лучше всего подготовить почву, добавив в нее перепревший компост. Перед посадкой лунку поливают водой, а потом сажают луковицы на глубину в два раза больше диаметра самой луковицы. То есть все зависит от размера луковички. Чем она больше, тем глубже ее нужно сажать и наоборот. Расстояние делают не больше 30 сантиметров. Уход. Декоративный лук не любит переизбытка влаги, поэтому поливать его нужно только при явной засухе. У нас, например, дожди идут нередко, поэтому свой декоративный лук я не поливаю от слова вообще. Просто от моих дополнительных поливов ему будет только хуже и луковицы начнут гнить. По поводу подкормок, то подкармливать можно пару раз за сезон. Первый раз, как только отрастут листья, второй раз осенью, чтобы растение лучше зимовало. Подкармливают колейно-фосфорными удобрениями. Зимовка. Я живу в Центральной Украине и на зиму мне совсем не нужно укрывать декоративный лук. Он прекрасно зимует без любого укрытия. В этом году, кстати, пару недель у нас были морозы по 20 градусов, что для нас редкость. Но растение без укрытия спокойно перезимовало. Если же у вас немного прохладнее, чем у меня, на зиму декоративный лук можно мульчировать опилками или сухими листьями, или же просто насыпать дополнительно слой земли. А если вы живете в северных широтах, где сильные морозы, лук на зиму лучше выкапывать каждый год. То есть вы выкапываете луковицы после того, как засохнет наземная часть кустика и храните их в темном месте. Пересадка. Если вы живете в не сильно холодных регионах и вам не приходится выкапывать луковицы каждый год, то пересаживать свое растение можно будет лет так через 5. А так все это время лук спокойно растет себе на одном месте без выкапывания. Размножение. Размножать можно луковичками, семенами и делением куста. Но выращивать из семян всегда долго. Первое цветение будет примерно лет так через 5. Так что лучше высаживать луковицы или делить куст. Что касается декоративного лука в ландшафтном дизайне. Сама композиция из разных декоративных луков называется олярий. И чтобы эта композиция выглядела эффектно, нужно учитывать размеры цветущих головок. Чем они меньше, тем больше их нужно высадить. Также в зависимости от сорта лук бывает разной высоты. Если это высокорослые сорта, высаживайте их в середине клумбы, чтобы после того, как они отцветут, их усыхающие листья прикрывали другие растения, которые остаются декоративными весь сезон. Лично мне очень нравится сочетание декоративного лука и самшита или каких-то карликовых хвойных растений. Лично у меня лук растет возле водоема. И еще ни разу я не пожалела о том, что поместила его именно туда. Также можно высаживать это растение в ракариях, альпинариях, в качестве бордюра. Главное использовать декоративный лук как дополнение к чему-то и не делать на него основной акцент. Потому что цветет лук относительно недолго, плюс-минус недели три. А потом просто остается отмирающая листва, которую должны прикрывать другие растения. Ну а так в целом это одно из тех растений, за которым нужен очень малый уход.